Здесь две девочки и один мальчик. Покричи сюда, покричи скорее сюда. Маленький, но уже с характером. Тигрят от красавицы Багира и мужественного Шерхана появились на свет в Пасху. Сегодня им почти две недели. Мама тигрица разрешила полюбоваться и погладить своих детенышей. Вот она, смотрите, какое спокойствие у тигрицы. Она даже не смотрит сюда. Она знает, что с ними ничего не произойдет. Вот смотри, видите, он поглядывает, все спокойно. Все тихо, мильно, да, тихо, мильно все скажет. Никто никого не обижает, да. Никто никого не обижает. Все хорошо. В Пасху родилось три тигренка. За всех троих Багира отчиталась своему другу, директору зоопарка Сергею Писареву. Мне сказали, Багира родила. И я подошел, и она, значит, так посмотрела на меня и вынесла, и котят положила рядом с домиком. Положила, показала на меня, посмотрела и снова-снова их убрала. Отчитала, что вот я, мол, какая замечательная мать. Как только малыши подрастут, смогут самостоятельно кушать, не будут нуждаться в материнском молоке, их передадут другие добрые руки. Распределят по зоопаркам страны. Уже сегодня поступает много заявок. Сергей Писарев сейчас размышляет, кому отдать котят. С одним из трех уже определился. Есть одна особенная заявка. Это зоопарк города Мариуполь, который, к сожалению, во время специальной военной операции очень сильно пострадал. Погибли животные. И директор зоопарка очень, так будем говорить, болезненно все это переживал. Но, слава богу, сейчас все восстанавливается. Мы неоднократно уже и финансовую помощь отправляли, в том числе и барнаульский зоопарк. И, конечно же, хочется, чтобы тигр обязательно был в Мариупольском зоопарке. Кстати, в апреле в зоопарке случился настоящий бэби-бум. Родились не только тигрята, но и львята. Два мальчика и одна девочка. Но мама львица очень осторожена к гостям. Смотреть разрешает, но на расстоянии. Совсем скоро львята также обретут новый дом. Мы очень рады, что зоопарк выполняет свою главную миссию – это восполнение видового многообразия животного мира на планете. Поэтому, сохраняя и давая возможность размножаться, мы выполняем эту миссию. В прошлом году в зоопарке родилось 60 малышей, совершенно разных животных. В этом, кто знает, может быть, будет даже больше. Чего стоят многочисленные козлята, которые родились в марте и уже радуют посетителей своей милотой. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова